Ну, давайте я расшарю пока экран. Так, секунда, как тут. Так, вот первый затык, а как здесь расшарить экран? У тебя рядом с мьютом, с микрофончиком должен быть мониторчик present. Илья, я сейчас делаю тебя как презентером и, наверное, тогда ты сможешь шарить. А, наверное, да. Все, ты теперь презентер, можно шарить. Ага. О, все, вижу. Так, есть рабочий стол. Все, супер. Все видят мой экран? Все окей? Теперь да. О, отлично. Так, давайте начнем. Это я пока закрою. Так, ну, в первую очередь сегодня поговорим о векторной графике, о том, в принципе, каких мелочах, как логотипчики. То есть, всем помню, что JavaScript, он начинался с чего? Он начинался с того, что рисовали снежинки на экране, да? В принципе, никакой сложной логики никогда там и не задумывалось. Вот. Недавно, в принципе, меня заинтересовала векторная графика, то есть, что это, куда это, зачем это и так далее. И нарывала такую библиотеку, как SnapSvG. Вот. Ну, давайте начнем, что так. Ну, во-первых, что такое SVG, чем оно, может, кто-то не знает просто, что это язык разметки, ну, входит в подвид XML, который позволяет создавать векторную графику. Есть куча редакторов, там, Inkscape, Illustrator и так далее, которые уже можно генерировать готовую графику, и мы можем ее использовать. Плюс SVG использование, появился он в 99-ом году, да, там, в 2001 вышла первая, ну, в 99-ом начали разрабатывать, в 2001 году вышла первая версия, в 2011 вышла версия 1.1. Сейчас продолжается разработка версии 2.2, вот, в принципе, что еще? SVG может быть даже незаслуженно недооцененный формат, потому что очень, ну, как-то, не знаю, веб-разработчики, по крайней мере, я не слышал, чтоб широко использовали вот на каких-то проектах SVG анимации, там, в контексте не только каких-то графиков, да, которые там можем использовать. Чтобы отрисовывать какие-то информации, а именно там логотипы и так далее. Я считаю, это незаслуженно, потому что SVG формат, он намного лучше, чем PNG, он меньше, у него есть куча достоинств, таких как намного меньше размер в сравнении с PNG или JPEG. Плюс, поскольку это подвид XML, мы можем легко кастомизировать его посредством CSS, то есть, если нам нужно что-то изменить, нам не нужно просить дизайнера менять картинку и так далее. Мы можем, используя средства CSS, как-то менять бэкграунды, цвета, поведение и так далее. И плюс мы можем еще это все анимировать посредством transition, animation, CSS, ну, простейшую анимацию делать. Далее, еще одним большим достоинством SVG это масштабируемость в контексте того, что сейчас, ну, JPEG формат я уже о нем вообще не говорю, да, потому что это растровое изображение, оно статичное и у нас сейчас огромное количество разных девайсов с разными экранами, которые поддерживают разрешение Retina, там, как 4K и так далее разрешение. То есть, и JPEG формат, он немного для этого не подходит, он не масштабируемым, он плохо отображается, поэтому вот SVG, он, в отличие от остальных форматов, мало того, что он легко кастомизируется, а также он легко масштабируется и его легко, он качественно отображается на дисплеях с разным разрешением, включая ту же Retina. Ну, и еще один, один большой такой плюс, это то, что мы можем работать с SVG элементом, как с элементом дом-дерево, то есть, у нас есть SVG, на нем отрисовываются какие-то квадратики, кружочки и так далее, мы можем, имеем к ним доступ непосредственно с дом-дерево, то есть, в любом браузере можем посмотреть контент. Так, это то, что по SVG так пробежался, коротко, вот, какие-то вопросы по самому формату, там, у кого-то есть. Ну, окей, идем дальше. SVG очень крутой формат, он появился в 1979 году, это все было очень круто, но по большому счету у нас есть Internet Explorer, такой очень любимый всеми разработчикам браузер, который, в принципе, до ИЕ-8, включая ИЕ-8, не поддерживал SVG и SVG-анимацию, SVG-формат, то есть, мы не могли с ним работать так просто в ИЕ. И в 2008 году такой был чувак Дмитрий Барановский, который создал классную библиотеку Rafael.js. Rafael.js входит в состав такого большого фреймворка, как Accenture, может кто-то слышал, может кто-то не слышал, не знаю, это как часть. И, де-факто, Rafael.js стал библиотекой по работе с векторной графикой, с таким, как стандартом, можно сказать, по работе с векторной графикой. Появился он в 2008 году, и Дмитрий Барановский, его продолжаем к атрибьютить, и до сих пор его пишет, то есть, это такая, ну, крутая библиотека, но у нее был один недостаток. То есть, как и jQuery, да, когда-то, когда у нас была версия 1, а потом версия 2, для того, чтобы поддерживать новые фишки в браузере, да, то есть, они написали библиотеку, просто сделали новый форк в jQuery и сделали версию 2.0. Дмитрий Барановский, ну, то есть, Rafael.js со временем развивался, и лагерь его поклонников, людей, которые его используют, разделилась на две части. Одни говорили, что нужно использовать, забить на старые браузеры, типа E6, E7, E8, там, Masil и E3, и продолжать разрабатывать новый продукт под современные стандарты, то есть, чтобы там можно было использовать различные градиенты, маски, ну, такие крутые вещи с нового стандарта. И, как итог, вот этот Дмитрий Барановский, который автор FLJS, он в 2011 году начинает работать на новой библиотеке, которая называется SnapSVG. Сейчас уже SnapSVG входит в пакет Adobe for Web Developers, по-моему, или как так он называется, то есть, это компания Adobe сейчас владеет, ну, получается, этой библиотекой. Ну, Дмитрий Барановский продолжает ее разрабатывать и продолжает разрабатывать RAVLJS. SnapSVG довольно-таки молодая библиотека, то есть, появилась она в 2014 году, начали писать, то есть, первый релиз, по-моему, был в 2012 году, то есть, там, через год и сейчас, вот, продолжают мне еще и дописывать. Широкого распространения она еще не получила, то есть, ну, я лично о ней не слышал, первый раз мельком посмотрел статью на Хабре и начал гуглить, и даже, ну, где-то на западных сайтах, ну, английских, да, там, не так, но она не информация, они, то есть, информация есть, но, вот, если какие-то проблемы встречаются, то на Slackware workflow мне так уж много каких-то советов и решений. Это тоже один из недостатков, с которым я столкнулся, в принципе, о готовности к этой презентации. SnapSVG, ну, как это, на сайте у них написано, что добавьте жизнь в ваше SVG, да, то есть, SnapSVG позволяет очень удобно работать с анимацией, то есть, не мерять SVG, действительно удобно посредством JavaScript, это все делается очень легко и без боли. Дальше, еще таким большим достоинством SnapSVG является то, что мы можем как рисовать, непосредственно создавать с нуля, да, вот наш вот этот Snap элемент, так называемый, на котором будем, ну, SVG элемент, на котором будем рисовать что-то. Также мы можем передавать готовый какой-то, допустим, с иллюстратора исходник, да, допустим, в Adobe Illustrator нарисовать какой-то прикольный логотип, и мы его можем передавать потом в SnapSVG, и он будет рисовываться, и с ним будет, будем работать уже как с элементом SnapSVG библиотеки, то есть, он его оборачивает и доступны с ним это. Так, ну, в принципе, все по презентации. Презентация очень короткая, давайте немного по примерам посмотрим. Вообще, у меня презентация минут на 20, поэтому здесь все так очень поверхностно. Так, окей, значит, 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 ну, для начала, для того, чтобы подключить сам SnapSVG, что нам надо, нам нужно просто его скачать дальше. Так, давайте такой пример какой-то попроще. Давайте вот, так, сейчас я уже закомментирую. Ну, то есть, готовясь к презентации, я там сделал несколько примеров, некоторые нашел на интернете, некоторые написал сам, то есть, как пример можно сейчас, секунду, так, вот, допустим, вот такая штука можно рисовать, всякие, я не знаю, где ее использовать, но очень такая прикольная штука, которая рисует кривые безе, точки и так далее, это все динамично, все очень так прикольно. Главная фишка SnapSVG считает то, что можно очень круто взаимодействовать с пользователем, то есть, посредством JavaScript можно действительно написать интересный интерфейс. Так, дальше, ну, это то, что я написал, так, чтобы так удивить. Ну, есть готовое решение, те, которые я нашел примеры, допустим, вот такие штуки можно делать, тоже не бесполезно, но они очень прикольные и красивые, то есть, я вообще люблю такие красивые, прикольные штуки, поэтому меня SVG-анимация заинтересовала, то есть, дальше, 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 ну, давайте посмотрим немного по коду, как это все реализовано у меня. Ну, самое простое, что SnapSVG, во-первых, не работает без jQuery, немного jQuery, дальше, получается, для того, чтобы инициализация происходит посредством глобальной функции Snap, это как в jQuery $, да, она у нас есть, то есть, мы туда можем передать либо готовый элемент, как в данном случае, вот у меня в индексном файле, сейчас split, write, вот в индексном файле у меня есть какой-то svg-элемент paper, и я с ним уже работаю непосредственно в моем JavaScript. Дальше, дальше, что здесь, SnapSVG имеет, ну, во-первых, у него большая документация довольно-таки, хотя в некоторые моменты не очень она понятна, эта документация, значит, есть три типа фигур, грубо говоря, в SnapSVG, которые мы можем рисовать, это круг, это прямоугольник, ну, он же квадрат, и какой-то кастомный путь, PES, он так называется, то есть, мы можем посредством PES рисовать любые фигуры, которые нас интересуют, то есть, в данном случае вот этот код, ну, это код вот этого вот, вот этой штуки бесполезный, но прикольный, вот. Смысл чем, здесь изначально создаётся, значит, элемент, ну, я в SnapSVG передаю свой элемент, он оборачивает его, и уже paper доступны все-все элементы, все-все методы SnapSVG. дальше, у меня есть какая-то, ну, вот это updatePath, это переменная, которая, ну, функция, которая рисует саму, самый путь вот этот, вот эту кривую всю, то есть, когда я кликаю, оно здесь отрисовывает, ну, я думаю, не надо тут особо рассказывать. Дальше, такс, 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 ну, здесь, получается, есть перемена Pestring, в которую просто передаётся координата по x, координата по y, получается, сначала, дальше, у меня есть массив, который я сохраняю координату каждой моей вот этой точке, то есть, для того, чтобы потом можно было как-то апдейтить, сюда сохраняется x, y, пара ключ-значения. Так, ну, давайте посмотрим по документации, может так видеть, но понятнее. Вот ещё примеры какие есть. Так, docs, ну, вот их официальный сайт SnapSVG.io, здесь, в принципе, всё расписано. Такой сайт очень стильный, я считаю, в офлете модный. Китинг-старты для тех, кто хочет попробовать, здесь всё расписано по примерам, как, что, куда, то есть, какие методы используются и так далее. Дальше, нас интересует Pest, сейчас элемент. Ну, и получается, в SnapSVG доступны три элемента. Это элемент, ну, как три таких сущности есть. Элемент – это то, с чем мы взаимодействуем. Snap – это сам вот наш, ну, Snap, он же Paper, это фон, да, ну, то есть, родительский SVG-элемент, на котором мы отрисовываем наши маленькие элементы. И есть ещё для анимации такой объект, как мина. Ну, это чуть попозже. Почему мина – непонятно. То есть, для анимации у них мина. Так, элемент .ps. Так, PaperPest, ну, принимает стрингу, то есть, m – это значит move, ну, вот сокращение, то есть, смысл, чем у нас есть PestString, как параметр. Это у нас стринга, в которой просто написано значение. Допустим, если я хочу создать какую-то… m – это значит передвинуть начало координаты, да, наши вот пути L, ну, дальше документации L – это значит line2 и координата x, y. Клик. Дальше. Здесь у меня используется T, но T здесь, потому что это просто кривая безе, то есть, есть два типа. Есть просто прямая эта линия будет, да, если я сейчас вот… изменил, буду писать, то сейчас мой Pest, ну, вот эти линии, которые соединяют, они не безе, они сейчас просто прямые. То есть, сейчас линия прямая. Если я здесь поставлю T, это будет линия безе, то есть, она будет уже более гибкая, ну, то есть, кривую можно создавать. Так, дальше. Есть элемент paper, это который у меня snap, ну, переменная paper. Ему доступны методы click, double click, mouse move, mouse hover. То есть, это используют в себе jQuery-вские методы, то есть, они, в принципе, одинаковые. Единственное, там, с hover-ом немного не так, как jQuery работает. Ну, окей, дальше. Здесь, получается, навешаю события, просто по клику на мой svg-элемент родительский, чтобы создавался круг. Circle, сюда передаю координаты x, y, и размер, то есть, элемент рисуется circle, первые два – это координаты x, y, второе – это радиус, 20 пикселей в данном случае. Дальше, для того, чтобы как-то стерилизовать элементы, ну, вообще, для работы с атрибутами элементов, в snap.svg присутствует такое свойство adder, он принимает объект, в котором мы хотим передать какие-то свойства. В данном случае я сделал объект style, в котором есть fill, stroke, stroke, width. То есть, это, fill – это цвет заполнения, можно поменять, не надо писать orange какой-то. давайте нам знак, желтый сделаем. Дальше, так, перебор. Stroke, stroke, width, потому что еще здесь может быть, просто может быть width, если это касается, ну, это в документации, чем более, можно более детально посмотреть, какие параметры получают именно наш атрибут, свойственный атрибут. Дальше, stroke, в данном случае белое, можно сделать нулевым, черным. Вот. И получается, как в jQuery, все свойства можно записывать по очереди. То есть, я в элемента papers создаю circle, потом в circle создаю какие-то атрибуты. Дальше, для хранения какой-то информации именно о текущем элементе, то есть, можно есть свойства data, в которой мы можем хранить какие-то, ну, если мы хотим связать какие-то данные с нашим элементом, да, его порядковый номер в данном случае, то мы можем хранить это в самом элементе в свойстве data. Дальше, можно навешивать события, то же самое, mouse over, mouse out. И в данном случае, вот еще есть свойства animate в snap svg, то есть, анимировать их можно абсолютно любые свойства, ну, ну, radius, цвет, opacity, то есть, там добавить еще, да, там, opacity, opacity, допустим, точка 5, и следующее, ну, animate принимает первый параметр, это объект свойств, которых мы хотим анимировать, второй, это сколько будет длиться анимация, и третий параметр, это времена функция, то есть, вот времена функция здесь хранится в объекте мина, тоже непонятно, почему мина, и такое странное название, если честно. Так, давайте здесь поищем мина. Ну, и мы можем custom создавать какую-то функцию временную, да, либо же использовать готовые, которые есть, но уже устроенная snap svg, это linear, is out, is in, ну, то есть, это стандартный набор, ну, как, в принципе, в css, да, у нас есть is in, is out, linear, и так далее, но, в отличие от css, здесь еще есть elastic и bounce. Вот elastic, такая интересная анимация, которая делает элемент немного эластичным, вот, это как третий параметр, и четвертый, здесь еще можно передать по желанию функцию callback, которая будет срабатывать по окончании анимации, но в данном случае она не нужна была, поэтому я ничего с ней не делал. Вот, дальше, еще плюс snap svg в том, что можно очень легко сделать элементы dragable, то есть, достаточно просто передать, ну, есть свойства у каждого элемента метод drag, да, то есть, в которой мы можем передать функцию, которая будет принимать, получается, пять параметров, первые два, это изменения координат x и y, и третий, четвертый параметр, это абсолютные координаты мыши по x и по y, то есть, в данном случае dx и dy я не использую нигде, я использую только абсолютные координаты мыши на данном холсте, ну, на svg элементе родительском, то есть, при клейке, получается, создается элемент, и когда я его drag, то вот это в атрибуты текущего элемента падает новые координаты по x и по y абсолютной мыши, вот, и пятый, это у нас event, я вот тоже здесь не использую, но может где-то пригодиться, ну, то есть, да, там, получается, объект event, по-моему, падает, но я его не использовал, поэтому о нем ничего говорить так, глубоко не буду. В принципе, так, что здесь еще? Ну, еще здесь у меня есть функция, которая сам по себе updatedPath, ну, я уже и показывал, в принципе, этап, так, в принципе, все давайте делаем, что здесь получилось, то есть, теперь я вот поменял цвета, и у меня вот все оно изменилось, все так прикольно, все круто. Дальше, ну, это такой простой пример, на сайте вот snap.svg есть, у меня очень раз вот пример такой вот кофемашины, тоже все написано на svg, использовался snap.svg, прикольный пример, но очень такой, пока еще, я не знаю, как реализован. Дальше, что еще позволяет делать snap.svg? Во-первых, snap.svg позволяет очень легко анимировать текст, то есть, если надо вывести как-то интересный текст, интересную анимацию, да, то есть, мы можем это сделать вот таким вот образом, то есть, создается строка, ну, сейчас он работает. То есть, snap.svg можно использовать, в принципе, для анимации чего угодно и написания каких-то интересных менюшек, но одна проблема в том, что это еще не кросс-браузерно, и по поддержке в мобильных браузерах я ничего не вычитал еще пока, но я продолжаю изучать ту билетику. Дальше, у нас вот есть пример с текстом, animated text, секунду, то есть, здесь тоже достаточно просто, то есть, всего 20 строк кода можно вывести интересную анимацию текста по времени, вот. Ну, для начала тоже самое здесь происходит, инициализация нашего объекта, paper, дальше, что здесь, ну, и перебор получается, сначала мы сохраняем наш текст в массив, потом этот массив выводим просто в зависимости от какой-то, ну, по времени. Ну, и то же самое используется snap.animate, это свойство, которое, у нас есть элемент animate, это непосредственно элемент анимировать, либо snap.animate, это анимация всего нашего, вот, радистского SFG элемента. Так, дальше, еще snap.sv позволяет легко создавать какие-то фильтры, то есть, в данном случае, вот, у меня есть такой квадрат, который я при наведении будет разбуриваться, при mouse move становится четкими, если так быстро вводить, то будет тень. Тоже достаточно легко это реализовывать, именно посредством SVG, и это работает быстрее, чем какая-то CSS, допустим, анимация. Следующее, я хотел сделать такой большой интересный пример менюшки, но вот, немного получилась у меня проблема, потому что, как оказалось, Hover работает немного не так, как в jQuery, то есть, там нужно писать, то есть, для анимации я пытался написать, сейчас скажу, что у меня получилось, с меню снова. То есть, посредством snap.svg вот написал вот такое вот меню, но оно не анимировано, анимировать я его, к сожалению, пока не успел, но продолжаю работать над этим. То есть, snap.svg очень круто позволяет рисовать какие-то кривые, типа, арки, секторы нашего круга, допустим, вот, если по коду глянуть, то это, так, application. Да, то есть, здесь пример написан уже на ES6, используются классы и так далее, но суть здесь не в этом, суть в том, что оно не работает так, как я хотел, чтобы оно работало, и это проблема. Так, ну, давайте посмотрим, здесь ключевое, что еще нужно для того, чтобы рисовать какие-то вот секторы, у меня здесь написано отдельные функции, то есть, в чем суть этого меню, то есть, создавать динамически именно в зависимости от того, сколько я передаю в объекте элементов, чтобы он не создавал столько секторового меню, и при клике это меню появлялось на странице с какой-то анимацией. Вот я его сейчас только нарисовал, но анимации еще не добавил. Вот, в данном случае у меня пять штук, если я сейчас делаю три штуки, тут, в принципе, тоже должен работать. Сейчас я гляну, если он запущен, а только запущено все. Мандель. Так, сейчас я дебаггеры подключаю все. Ну вот, то есть, теперь у меня меню с тремя элементами. Следующая задача, которую пытаюсь решить, чтобы у меня на ховер менялся фонд данного сектора, но с этим у меня произошел небольшой затык, поэтому я этого пока не реализовал. В принципе, по SnapSVG, наверное, все, что я хотел сказать. Здесь не будет каких-то углубленных, углубленной информации, то есть, я еще не настолько изучил эту библиотеку, я просто хотел поделиться своими впечатлениями, как можно работать с SVG-анимацией без боли, и как-то прикольно все делать. Вот, если у кого-то есть какие-то вопросы, я на них попытаюсь ответить. В принципе, наверное, все. Я говорил, что у меня будет очень короткая презентация. А можно працювать с SVG-зображениями, которые импортировали, и потом накладывать фильтры или их... Да, да, да. В этом и плюс SnapSVG. То есть, даже вот в этом туториале, да, здесь вот они берут SnapLotMascot, да, это то есть SnapLot, это метод, который позволяет загрузить уже какой-то готовый SVG-элемент, то есть там дизайнер в иллюстраторе что-то крутое сделал, вот. И мы потом можем уже с ним работать, то есть, что такое SVG. У него есть вложенные элементы, да, какие-то, то есть, и у них есть ID-шники. Мы можем непосредственно, выбирая вот через Select какие-то, ну, по какому-то селектору элементы, мы можем давать им независимо свойства. И плюс мы их сможем также анимировать. То есть, тут дальше есть, вот, сейчас... Оно или здесь нет, но анимация точно есть, это одна из фич SnapSVG, то есть, что можно уже готовые какие-то SVG-шки с иллюстратора анимировать процессом JavaScript, то есть, и довольно-таки легко это делать. Ну, как... По описанию легко, но, опять же, я вот немного попал в такой затык со своим меню. То есть, вот, в принципе, так. Я ответил на вопрос? Да, да, ответил. Окей, может, у кого-то есть вопросы, то есть... Ну, я не стал вдаваться от деталей, потому что все, как бы, думать, могут разобраться по документации, по методам там, о том, как drag, drop элементы и так далее. То есть... В принципе, тогда у меня все. Спасибо. Да, окей. Так, как здесь... Или link. Тогда, наверное, все. Всем спасибо, что послушали такую результат. Может, кому-то будет интересно, пишите в личку. Я эту, блядик, еще изучаю. Думаю, недели через две еще буду больше знать по ней. Вот. Поэтому спасибо всем. Все. Спасибо тебе, Елена. Спасибо. Спасибо. Все, всем пока. 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 Продолжение следует...